Дневной разворот Разнообразные суммы, которые похищают У жителей нашего региона Ну вообще проблема, конечно, не только для нашего региона Актуальна, но и для всей страны Но мы будем сосредотачиваться именно на том Что происходит у нас Обидно и жалко, да, за то, что вот это происходит И многие из нас Особенно когда суммы видишь И мы сами уже, да, сталкивались с этими И наши знакомые, и близкие, родственники Кто-то придерживается простого правила Не брать, не отвечать на телефонные звонки С незнакомых номеров Вот мне в 90% случаев попадает Помогает это правило Я его придерживаюсь Но бывает такая ситуация, когда ты на ходу, на бегу Видишь, слышишь, что у тебя звонит телефон И ты не глядя там отвечаешь И там вот начинается на том конце провода Но тут еще хватает сил, по крайней мере У меня закончить тот же этот разговор Ладно, в общем Пока миловал, что называется, меня лично Но нужно, конечно, держать ухо востро Представляем наших гостей Достаточно у нас сегодня широкий круг специалистов И я думаю, что успеем поговорить подробно Держите ухо востро, что называется Начну с да Да Оксана Николаева, старший оперуполномоченный Пятого отдела управления уголовного розыска У МВД России по Кировской области Оксана Анатольевна, добрый день Здравствуйте Добрый день Нина Низовских, доктор психологических наук Доцент кафедры психологии Вятского госуниверситета Нина Аркадьевна, добрый день и вам Здравствуйте Здравствуйте, да И Андрей Зимбеков, эксперт отделения Киров-Волга Вятского главного управления Банка России Андрей Валентинович, здравствуйте Добрый день Да, добрый день Тема очень важная и серьезная Ну сколько уже, много лет, да Ведь уже это продолжается И цифры самые разнообразные Которые теряют жители нашего региона Ну вот это, видимо, такой побочный эффект Как я себе это объясняю Наша жизнь становится все более электронной Цифровизованной, да Всевозможные помощники, гаджеты появляются И у каждого у нас смартфон Компьютер, да, у каждого в кармане Вроде благо, жизнь легче становится Но с другой стороны и рисков тоже становится больше, да Безусловно Да, Оксана Анатольевна, если с этой стороны подойти Давайте, может, да, какие-то цифры для примера Какая вообще ситуация, чтобы для понимания Насколько активно мошенники атакуют Расскажу действительно Ну где-то, наверное, лет 10 уже существуют у нас Дистанционные мошенничества Схемы постоянно меняются Я бы даже сказала, более изочаренные формы появляются у нас В последнее особенно время Ну, статистику я приведу вам Скажем так, небольшую, конечно За 10 месяцев этого года У нас зарегистрировано порядка свыше 4 тысяч преступлений данной направленности К сожалению, раскрыто Очень небольшое количество Всего, наверное, 600 преступлений Из общего числа Я, наверное, вы знаете, остановлюсь на том материальном ущербе Который причиняется жителям нашего региона Это 860 миллионов рублей Только за 10 месяцев Чуть-чуть до миллиарда не хватает Да, и как бы еще даже Я хочу сказать, что еще 2 месяца Ну, практически месяц впереди Еще за ноябрь подсчетов не было Возможно, и приблизимся мы к этой цифре Регион у нас не такой большой Не такой материально обеспеченный Тем не менее, суммы огромные просто стоят для нас А вот с теми преступлениями, которые не раскрыты Понятно, да, там о сложностях раскрытия Чуть попозже поговорим А как удается? Вот хотелось бы об удачных случаях Ну, как бы, понимаете Это что играет свою роль? Вовремя обратились? Сумма ущерба? Способ? Да, конечно, и способы очень играют большую роль У нас вот, когда люди размещают объявления на сайте Авито Юла, например, приобретают Либо, наоборот, покупают товары Если где-то в соцсетях, например, была переписка Якобы со своими знакомыми, друзьями От имени которых действуют мошенники Не знаю, вот схема, наверное, ДТП родственник Когда попадает Да, такие преступления в основном мы раскрываем По крайней мере стараемся А вот, например, когда люди у нас вкладывают денежные средства В какие-то инвестиции, в биржи Когда поступают звонки на мобильные телефоны граждан И мошенники представляются правоохранительными органами Сотрудниками финансовой сферы Там, налоговыми какими-то, пенсионными органами Операторами сотовой связи Вот тут, конечно, сложности есть Они раскрываются очень-очень тяжело Я бы даже сказала Практически на данном этапе Наверное, положительных результатов Не только у нас, но и по всей России нет Ну, там же надо, знаете, понимать Что это ведь не один раз там, например Написал или позвонил мошенник И выманил деньги Там же идет обработка в течение нескольких месяцев даже, да? Даже в течение нескольких месяцев Участвует не один человек, как правило И на любые ваши вопросы Если даже какие-то сомнения возникнут Вам всегда будут даны точные, четкие, логические ответы Что вы даже не поймете Что действительно используются какие-то И психологические приемы здесь И люди, где территориально находится Сколько их Ну, то есть Все мошенники для этого делают Чтобы из человека вытащить по максимуму денег И неважно, честно скажу Для него это пожилой человек Ребенок Или там абсолютно социальный Какой-то незащищенный слой То есть безработный У которого не просто нет этих денег А если он еще наберет этих кредитов Так он просто вот И платить ему не с чего будет Но мошеннику это неважно А жертвы, как обычно сообщают о том Что они стали жертвами Вот когда у них осознание-то пришло Они приходят непосредственно в полицию Звонят Когда, собственно, момент этого заявления Легко или их родственники Да по-разному Конечно, люди в конце понимают Когда уже что-то Деньги Большую часть Массы, скажем так Они перевели И вот стоя даже у терминала банкомата Либо придя домой И вот прокрутив все это С самого начала От начала звонка До того, что они сделали Деньги были в их руках И они переводят на какой-то безопасный счет Они сами их куда-то отдали Когда можно было у себя их сохранить И привезти лично в банк Даже с сотрудником банка переговорить То есть тут они понимают Что, скорее всего, что-то сделали не то Вспоминают все эти листовки Которые видели на улицах Все эти программы Что они слышали В средствах массовой информации Все это они Как бы анализируют И понимают, что стали жертвами этих преступлений Идут лично в полицию Часто очень, конечно, уже родственники подключаются Как бы У нас была ситуация Недавно пожилого мужчину Вот обманывали Мы даже с ним связывались Пытались выяснить, что происходит Он говорил, что нет, все хорошо У меня нормально Меня никто не беспокоит Уже подключили родственников Вот только авторитет, наверное, семьи Вызвал у него В момент того, что был обманут И только вот поэтому обратился в полицию Нина Аркадьевна Можно это как-то объяснить С психологической точки зрения Да, потому что вот Как Оксана Анатольевна говорит Вроде люди-то потом вспоминают Что они об этом читали То есть для них это не какой-то новый вид мошенничества Который стал для них сюрпризом И получается, что осознание-то приходит практически сразу Когда отдают последнюю или крупную сумму денег Да, это имеет психологическое объяснение О том, что не все ведь люди попадаются на уловки мошенников По данным ВЦИОМ прошлого года Каждый второй просто сразу распознает мошенников Справляется с этим А попадаются на уловки внушаемые люди Это вот первая характеристика, которая есть Ну или люди, у которых есть такие особенности Как низкая самооценка Неумение управлять собой И еще ряд некоторых особенностей Но мне бы хотелось обратить внимание слушателей Вот на такую парадоксальную вещь Часто попадаются на уловки мошенников Люди добросовестные Доброжелательные Это показано в исследованиях Потому что они, получая звонок от авторитетного лица Лица, облеченного властью Начинают полагать, что надо так действовать И действуют У нас в обществе очень высок уровень социального доверия Доверия к авторитетам И этим тоже пользуются мошенники в своих интересах Так что да, конечно, можно и психологически объяснить И в этом плане надо знать свои особенности своих близких Потому что в группе риска, вот как сказали Не только пожилые люди Показывают исследования мужчин Молодые мужчины И вот примеры приводят Когда, если мошенники звонят в середине дня Подлавливают человека Он занят какими-то своими мыслями А они владеют психологическими приемами Воздействуют на эмоции Вызывают такие эмоции Как вот уже говорили сегодня Страх, тревогу Но даже могут действовать на Использовать такие эмоции Как жадность или зависть Или еще какие-то эмоции задействовать И тогда у человека отключается способность Если еще особенно создается дефицит времени Времени мало, быстро действовать Подумать некогда И у человека отключается способность рационально мыслить Он действует так, как нужно мошенникам И как уже сказали Иногда почти в состоянии гипноза Его можно вести даже не два, там, три дня А в течение месяца Люди так о своих состояниях говорят Так что, конечно, психологические объяснения есть И я полагаю, что нужна не просто прививки какие-то психологические Но вакцинация населения психологическая Центробанк, по-моему, этим сейчас будет заниматься Ну, раз уж передали слово вам Андрей Валентинович, то я думаю, что нужно включаться Да Да, поближе микрофон еще, да, пожалуйста Я думаю, что в данном случае Вот все-таки, если у человека Уграли денежные средства с банковской карты Как нужно поступить? Да, давайте к этому важному моменту перейдем Да Здесь нужно сделать, на самом деле, три простых вещи Во-первых, заблокировать банковскую карту Не дать мошенникам доступ к оставшимся средствам на банковской карте Сообщить об этом в банк о краже денежных средств Ну и также сообщить и написать заявление в полицию о хищении денежных средств Ну, сообщить, поставить в известность свой банк можно различными способами Это и звонок, и онлайн можно, да? Да, существуют различные способы блокировки банковской карты Это, во-первых, мобильное приложение банка Телефон горячей линии Кредитная организация Личный кабинет Онлайн-банки А также в самом отделении банка Ну, я думаю, что сотрудники банков Они сейчас тоже предупреждены О том, что Мошенников очень много И они довольно оперативно, да, откликаются На эти звонки, на эти сообщения Да, конечно Конечно, мошенники, они действуют давно Сотрудники кредитной организации, конечно же, информированы об этом Действуют в соответствии с правилами, которые там разработаны И хотелось бы отметить, что Обращаться в кредитную организацию О проблемах с банковской картой необходимо По номеру горячей линии Которая находится на обороте банковской карты Либо на самом сайте кредитной организации Поближе еще немножко Необходимо сообщать Сообщать об этих проблемах Кроме того, некоторые банки Для блокировки банковской карты Позволяют отправлять СМС-уведомления Я буквально недавно Столкнулась с ситуацией Друг пытался снять В банкомате одного из банков Крупную сумму наличными средствами И у него ушло на это около получаса Потому что Система перестраховывалась Да, ему начали звонить сотрудники банка То есть спрашивать Он говорит, я стоял Они стояли вдвоем с другом И, соответственно, у сотрудников банка возникли вопросы Кто этот человек? Кто с вами? Не находитесь ли под давлением? Не предлагают ли вам вступить пирамиды? То есть они начали перечислять Все основные способы мошенничества Он говорит, та очередь, которая была за ними Пошла по магазинам Потому что банкомат был в торговом центре Ну вот, ну то есть Ну я не знаю, насколько Есть ли у банков вообще в принципе такая обязанность Или это исключительно какой-то внутренний Порядок каждой отдельной структуры Чтобы все какие-то наличные средства Проходили через такой фильтр Ну вы знаете, я так вам скажу Вот конечно, да, банк видит безусловно В программе, когда вот идет зачисление Там переводы, транзакции какие-то Либо наоборот обналичивание с карты Да, денежных средств Конечно, все это они очень фильтруют, смотрят И в каждом банке созданы свои, скажем так, базы Где есть подозрительные абонентские номера Реквизиты сайтов Реквизиты каких-то расчетных банковских карт Счетов И они сразу блокируют переводы такие Если это есть в их базе Но вы сами прекрасно должны понимать Что закрыв один счет, внеся его в базу Там, например, соответствующего банка Мошенники откроют еще 10-50 Тут же на какой-то один закрытый То есть с этим и связаны, например, трудности При расследовании таких дел и предупреждения А вот насчет сотрудников банка Хочу сказать, что, конечно У нас очень бывают такие ситуации Когда там сотрудники банка Ну просто помогают И в поимке даже Тех самых курьеров Когда мы даем ориентировки Вот они все это видят Как бы замечают подозрительного человека У себя, например, в отделениях нам сообщают То есть помощь тут неоценимая Мы всегда стараемся как-то поощрять их В этом направлении Бывает такое, что подходит, конечно, и к людям пожилого возраста Особенно, когда человек стоит у терминала У него телефонный аппарат до уха Там что-то ему диктуют, говорят, контролируют И он настойчиво пытается вставить купюроприемник Денежные банкноты То есть тут, конечно, подходят Спрашивают, что у вас случилось Кто вас там спрашивает Вопросы задают И порой даже оттаскивают людей Вот таким образом от банкоматов И люди действительно большую часть денег у себя сохраняют Но мы знаем, мы читаем эти новости В этом отношении полиции всегда работают Молодцы, конечно, молодцы Тут они тоже хочется их поблагодарить Всех сотрудников банковской сферы Помощь иногда они оказывают И даже ту же профилактику проводят Среди своих клиентов А вот мужчина, которому вы ранее рассказывали Что были подозрения, что вышли на него мошенники То есть тут это как Или это нельзя разглашать? Как вы догадались, что кого-то пытаются обмануть? Да, безусловно, конечно, мы взаимодействуем с банком Но все нюансы нашей работы Я вам, конечно, не могу вам сообщать информацию То есть где-то у нас И сотрудники напрямую стоят у терминалов банкоматов В гражданской форме одежды Мы видим, что люди уже под влиянием мошенников Идут и что-то переводят То есть наши сотрудники представляются, подходят Показывают удостоверение Говорят, даже порой просто проходящие люди Иногда в центральных каких-то магазинах наших Обращают на это внимание Говорят, с вами мошенники общаются Отойдите, прекратите все общение То есть это Ну как бы не верьте Везде ведь вроде бы все у нас Говорится об этом Так, мы приводили примеры Наиболее крупных сумм, которые теряли Жители Кировской области за последнее время В результате действий мошенников Вы знаете, я как бы, наверное Вот так вам сразу сказать не смогу Да, самая крупная сумма Но у нас по Кирову, наверное, все-таки до 20 миллионов рублей Где-то вот самые крупные были суммы Да, на моей памяти, чтобы люди переводили Свыше не было Хотя в других регионах Российской Федерации И больше даже люди переводили Я вот, вы знаете, приведу пример Просто вот за вчерашнюю сводку К нам вот граждане обращались Это только за один день Да, вот, в частности, мужчина С 44-го года рождения Житель у нас города Кирова Пенсионер В период с 23 по 27 ноября Точно так же ему поступали звонки в мессенджерах Представлялись сотрудниками Центрального банка Поясняли, что в отношении его счетов Совершаются какие-то подозрительные мошеннические действия Они у него всю информацию, в общем-то, выяснили Какие вклады, в каких банках, какие суммы То есть он все им рассказал И вот на протяжении этих пяти дней Он обналичивал со своих вкладов денежные средства И переводил на те счета Которые ему говорили мошенники Скажу так Сумма ущерба 6 миллионов составила Вот для человека За неделю почти Да, да Ну, в несколько трансакций Да, это все проводилось Вот следующий мужчина 94-го года рождения Тоже житель города Кирова Работает врачом Как бы, да В одном из наших медицинских учреждений Тоже 28-го числа Ему поступил звонок в мессенджере Телеграм Звоночек был, сразу скажу Якобы от главврача данного медицинского учреждения Он сообщил, что сейчас будет тебе звонок От сотрудников ФСБ У нас проводится проверка в отношении нашей организации Поэтому все точно следует тем указаниям Которые будут, в общем-то, называться И потом отзвониться мне, сообщить, какие результаты Действительно, через некоторое время поступил звонок в Телеграме Сотрудник представился сотрудником ФСБ Да, мужчина, пояснил, что с его, в общем-то, лицевого счета Происходят подозрительные транзакции Денежные средства перечисляются на Украину И нужно, в общем-то, следовать инструкциям Иначе сам потерпевший будет привлечен к уголовной ответственности То есть перевести опять на какой-то безопасный счет Да, нужно было все перевести Все к этому сводится И ущерб составил 1 миллион 900 рублей Уже Еще приведу пример Мужчина 79-го года рождения Точно такая же была схема Ущерб составил 2 миллиона 310 тысяч рублей И мужчина 64-го года рождения Тоже житель города Кирова В общем-то, звонки тоже через Телеграм были Якобы сказали, что поданы заявки от его имени В несколько банков на оформление кредитов Ущерб составил 5 миллионов 390 тысяч рублей Это вот только у нас за одни сутки Поэтому, скажем так, сводка-то она кишит такими преступлениями Я, говорю, называла только самые большие суммы за эти сутки Их, естественно, еще больше У заявителей просто суммы меньше А кто-то, возможно, и не заявляет Вообще, да, не обращается в полицию Я считаю, что, ну, ладно, там, тысячу переправил и переправил Впредь будет мне это уроком И на самом деле не обращаются Какие еще сейчас самые популярные схемы Мошенничества можно озвучить? Вот помимо того, что... Да, звонок... Что вызывает у вас наибольшую Остороженность? Да, могут представиться Действительно, главврачом какого-то учреждения От руководителей вашей организации От, например, командиров воинской части У нас вот так очень много военнослужащих, да, были люди обмануты Даже иногда звонит якобы руководитель Который на предприятии, где вы ранее работали Хотя сейчас уже там не имеете к нему никакого отношения Но тем не менее, то есть пообщайся Значит, называют данные человека Выслушай, что тебе скажут У нас как бы тут своя работа проводится И, соответственно, поступает звонок Еще одна схема, которая очень нас тревожит Конечно, да, она не новая Но очень люди постоянно на нее стали попадаться Это родственник попал в ДТП Вот вы знаете, курьеры... Все новое, это хорошо забытое старое Да, но... И срочно нужна сумма для того, чтобы не привлекать Не привлекать, либо оказать какую-то медицинскую помощь В лечении, да, тому же виновному, да, вот вашему родственнику Либо тому, кто пострадал был в машине, да, например Свернул, как бы, чтобы не задавить вашего родственника Свернул в кювет, куда-то в березу урезался, там, в забор и так далее То есть приходит курьер и, соответственно, забирает эти денежные средства Могу сказать, что вот этими курьерами Вот я очень часто нашим людям говорю, что выступают наши с вами жители-кировчане То есть это не просто какие-то приезжие люди, да, вот бывают Но в половине-то наши с вами даже дети То есть те учащиеся в средних школ Особенно в период летних каникул, да, когда вот заняться им нечем Им тоже поступают звоноки или сообщения о том, что они должны... Нет, они в курсе, что они участвуют в преступной схеме? Вы знаете, они поиском работы занимаются, это все в телеграм-каналах Они находят такой вид деятельности, как заработок в качестве курьера Перевести деньги из одного адреса и переправить их через терминалы банкоматов На те счета, которые им указывает их куратор За определенную комиссию Да, оставляют себе просто процент Себе оставляется определенный процент И, конечно, наши студенты или несовершеннолетние даже порой очень рады, что несложная работа И таким образом пытаются себе заработать деньги Но, вы знаете, я хочу сделать... Но так или иначе за это ответственность существует Конечно, да Мы в любом случае, когда устанавливаем все обстоятельства... Курьеров часто удается? Это все-таки живой человек Да, я хочу сказать, что у нас единичная ситуация, при которой мы не задержали бы человека Обычно у нас все установлены То есть либо ведутся мероприятия по их задержанию, они уехали в другой регион Но, в принципе, здесь процент раскрываемости более высокий, например, чем по другим составам Слушайте, эта ситуация, мы уже говорили, что она продолжается много лет У МВД есть уже своя база этих мошеннических номеров? Или ее создавать... Я не настолько подвижна, что смысла нет Это не полезно, потому что появляются все новые и новые, да? Нет, конечно, есть, существует эта база Вот тут бы, конечно, операторов сотовой связи, да, еще бы пора спрашивать, как они... Ну, вот, смотрите, вот я на самом деле, да, еще про операторов сотовой связи и базы данных Ты хочешь задать фундаментальный вопрос? Откуда берутся номера? Во-первых, откуда берутся номера, во-вторых, у нас же сим-карты все привязаны к паспортным данным И когда звонят людям 44-го года рождения, явно звонят не на АБУМ, что называется Ну, возможно, в каких-то случаях просто повезло и попали Но, учитывая все равно количество пострадавших людей, можно ли сказать, что они пользуются не только номером, но и личными данными? Какими-то базами вы имеете в виду, да? Да, конечно, и утечка данных, она происходит, но вот, как бы, когда мошенники вам звонят, они и говорят, что происходит утечка данных, скомпрометированы ваши данные, поэтому вот начинается... А, то есть они вот сразу зацепочку вот за это делают? Да, да Нина Аркадьевна, ну, можете, да, поближе микрофон к себе, да Чтобы обезопасить себя все-таки от мошенников, нужно действовать, проявлять бдительность, действовать с холодной головой Есть три простых правила, которые обязательно мы сейчас должны напомнить Правило первое – не отвечать на звонки с незнакомых номеров Сейчас об этом говорили А что делать, если все-таки нужно? Например, вы ждете такой звонок Есть определенные алгоритмы или схемы, которые нужно применять Вот незнакомый звонок, вам нужно ответить Вы берете его и говорите Здравствуйте, слушаю вас И слушайте Ну, когда говорят там Вы меня слышите? Надо говорить там, да То есть постоянно вот, да, цепляясь, чтобы в ответ что-то, да, человек говорил Да, и если звонящий начинает говорить Запугивая вас Или угрожая вам Или сообщает о каких-то выигрышах и так далее Нужно положить трубку Пауза нужна для того, чтобы эмоции улеглись Можно было посмотреть на ситуацию рационально Так что второе правило – это прекращение разговора Если звонок вызывает страх, тревогу, нужно положить трубку А третье правило таково В сложных и сомнительных ситуациях можно и нужно подключать Третьих лиц, друзей, знакомых Тех, кому вы доверяете Очень боятся этого мошенник Мошенники, они спрашивают, с вами никого нет И вот здесь очень важно и у себя, и у детей, и у близких Формировать привычку критического мышления Проверять сомнительную ситуацию нужно прежде, чем начать действовать Я понимаю, что говорить легко, следовать этому трудно Прошу прощения, мы обязательно продолжим У нас сейчас небольшая реклама будет И мы вернемся к нашим гостям Продолжаем Не так много времени уже остается К Андрею Валентиновичу еще вопрос Есть ли вообще какие-то правила, как защитить средства, которые у тебя находятся на банковской карте? Да, такие правила существуют В принципе, наверное, можно назвать не так их много Для того, чтобы запомнить, по крайней мере Во-первых, держателем банковской карты необходимо контролировать средства на счете Для того, чтобы понимать, как тратить средства Необходимо подключить услугу СМС-информирования В этом случае держатель карты будет сразу же понимать, какие операции совершаются Да, по банковской карте будут получать сразу же уведомления об этом Другое правило связано с тем, что не нужно разглашать информацию по банковской карте Как то пин-код банковской карты, трехзначный код на обороте банковской карты Коды подтверждения, которые приходят в СМС-уведомлениях Срок действия карты, ну и другую конфиденциальную информацию Если звонят и просят эту информацию То ни в коем случае эту информацию разглашать не нужно И нужно понимать, что сотрудники банка никогда не будут эту информацию запрашивать Потому что она им просто не нужна Ну как Нина Аркадьевна поясняла нам Тут же прекращать просто-напросто разговор и все Да, и третье правило Необходимо перепроверять информацию В любом случае, если, допустим, вам приходит информация о блокировке карты О приостановлении операции по карте Или какие-то другие проблемы по банковской карте Конечно же, нужно эту информацию перепроверить Для этого я уже говорил Нужно перезвонить по номеру горячей линии Так называемой поддержки кредитной организации И уточнить информацию у оператора Разрешите я дополню сюда момент один Действительно, никакие коды, которые вам приходят в смс-уведомлениях Будь то от оператора сотовой связи От портала госуслуг Вообще любой код, если вы называете по телефону его кому-то Считаете, что, по сути, вы дали право любому человеку Мошеннику Вы дали ключ от вашей двери Да, от ваших всех, в общем-то, приложений И он зайдет туда по этому паролю, который вы ему сообщили И будет хозяйничать там у себя, как дома Возьмет на ваше имя какие-то кредитные, да, финансовые обязательства И тут же переведет их на свои подконтрольные счета Также никакие программы, приложения Тоже, если вас просят звонящий установить в своем телефоне Ни в коем случае не устанавливайте Это все программы удаленного доступа Они могут называться, ну, как мошенник вам их будет называть Там какая-нибудь поддержка, там, ВТБ, РФ Или защита от несанкционированного оформления кредита От мошенников и так далее Не поддавайтесь, не надо ничего устанавливать у себя Если вас что-то просят настойчиво сделать Это нужно не вам, а им Ну, и как бы, дайте неправильно Вот это уже нюансы, так называемой информационной гигиены Да, не устанавливать на свои устройства Не по каким ссылкам интернет не переходите Да, потому что вы перейдете Вы, ну, можете просто вирус какой-то зацепить И привязать свое устройство, да К стороннему какому-то мобильному телефону И могут аккаунт вас не просто взломать Но создать зеркальный, альтернативный И от вашего имени уже будут рассылаться какие-то сведения Элементарно вопрос взаимоденежных средств, например, да У ваших знакомых там Ну и вот все примерно в таком роде Есть ли, Оксана Анатольевна, какая-то корреляция Между типами вот этого мошенничества и суммами, да То есть, условно говоря, на пирамидах оббирают на более крупные суммы На ДТП, на меньшие Или тут зависит от человека? Да, действительно, вот звонки Когда такие вот, да, происходит звонок на мобильное устройство Представляются уже сотрудниками полиции Правоохранительными органами, там, сотрудниками банка Вот я вам сумму, в принципе, называла сегодня, да То есть, это и свыше даже нескольких миллионов рублей На втором месте стоит, наверное, у нас Это когда вкладываются в инвестиции, так называемые, да Там суммы примерно такие же Это всегда около миллиона и свыше миллиона рублей Я могу привести конкретный пример Например, у нас житель Верхнекамского района осенью пострадал 8 миллионов рублей перевел Планировал заработать Да, планировал, заработал, а в итоге потерял как бы и свои, и кредитные И еще у друзей занимал денежные средства По ДТП примерно от 100 тысяч рублей планка всегда такая идет Ну и там уже столько, сколько у людей есть накоплений в банках Личные там по соседям соберут Вот примерно так Нина Аркадьевна, снова к вам Все-таки вот уже ближе к завершению нашей программы Как обрести или усилить эту психологическую блокировку Так если можно выразиться И свою, и близких И свою, и близких, да Ну вот знаете, в народе говорят Держи голову в холоде, живот в голоде, а ноги в тепле Так вот первое Вот то, что говорится, голову в холоде Вот такая установка, она должна быть донесена до каждого жителя Насколько это возможно? Я понимаю, что и мы приводили сегодня примеры Очень сильные, мощные приемы воздействия есть Но все-таки вот это, если звонят с незнакомого номера Положи трубку А вот если запугивают, положи трубку и так далее Так что я думаю, что сейчас ведь в России уже начинаются исследования по психологии Вот не случайно про Центробанк сказала мне Известные коллеги, которые будут сотрудничать с Центробанком Проводить специальные исследования Мы с ними поддерживаем связи Это Москва, Ленинград И надеемся, что в дальнейшем Еще более конкретно мы можем сказать Как нужно действовать Ну понятно, что есть люди невнушаемые Они по природе А как понять, доверчивый или недоверчивый? Дут его к себе обмануть Невнушаемый Вот человек считал себя таким железным С хорошими нервами А тут бац, и попался Да, такое может быть Уже сегодня говорили, пока на грабли не наступишь Но лучше бы мы, конечно, не наступали на эти грабли Все-таки очень много говорила Оксана Николаевна О трагических последствиях некоторых Жаль Но не надо стигматизировать все-таки тех Кто попадает в такую ситуацию Действительно, есть И Набиулина об этом говорила Психологические законы, которые мы должны учитывать Поэтому Повторять, повторять и повторять И распространять информацию Я, например, о сегодняшнем эфире Расскажу своим коллегам Попрошу передать то, о чем мы говорили И только так можно действовать Взявшись за руки Собирая информацию И пооружен, значит, защищен Разговаривать дома надо Во-первых, между собой У нас буквально полминуты остается К сожалению, не успели более широко Осветить эту тему Потому что В рамках нашего получасового эфира Действительно не успеть это все сделать Я думаю, что это прекрасный повод для того, чтобы еще раз встречаться Еще раз напоминать Да, это никуда не денется, к сожалению Самое главное сейчас напоминать Чтобы это постоянно было на слуху Благодарим наших гостей Оксана Николаева, Нина Низовских И Андрей Зимбеков На этом программа дневной разворот на сегодня завершена До свидания Не попадайтесь на уловки злоумышленников Всем нам желаем До свидания Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok